Сартер Гомосексуалист Другие ребята, скажите, если футбол это зло и боль, то что же нас тебя спасет? Дело в том, что футбол это не зло, а футбол это страдание, но чем больше вы страдаете, тем больше вы очищаетесь. Самые чистые люди в нашей стране это болельщики Спартака, конечно. Нет, болельщики Спартака – поганые глоры. Как раз я чуть не заснул на предыдущий, поскольку текст был настолько самостоятельный, а картинки были оживляж. Здесь мне показалось, вы бы могли здорово объединиться, потому что для молодежной аудитории гораздо интереснее сочетание сонного текста по телефону, яркие картинки их ровесника сопровождаемые. Спасибо. Где вопрос? Спасибо. А где вы? Просто вы у нас не можете найти. А вопрос будет ли? Нет. Нет. В качестве вопроса. Вы можете себя представить на месте психотерапевта по телефону? Боюсь, когда процесс самоубийства повысится. А хорошие футболисты что-нибудь есть? Что просите? Хорошие футболисты что-нибудь есть? В зависимости от того, у кого болеешь. Они болеют из ЦСКА, я за Спартака, у нас разные. Но вы не поняли суть самой презентации. Страдание – это очищение. Вот. Через это все идет. Понимаете, каждый раз, когда ваша команда проигрывает, вы становитесь чуть-чуть получше. Возможно, послезавтра вы станете хорошим человеком. А какую небанальную мысль можно из нашей презентации вынести? Я вот не очень понял. Что очень весело, но ни о чем. Ну вот. Небанальная мысль, что здорово играть в футбол, здорово смотреть. Конечно же. А когда будут выходить новые выпуски, то нет только не это. А когда? Не, на самом деле они находятся в процессе, просто… Это вопрос не имеет отношения к презентации. Мы откроем с ним включить. Пожалуйста. Пожалуйста. Новая серия они только выиграли, тогда сборная России выиграет что-нибудь. Ну, в общем… Поэтому подложите. Да, еще один вопрос. У меня к вам вопрос. А ваша презентация популяризирует ли футбол? То есть мы смотрим футбол для того, чтобы насладиться этими эмоциями, адреналинными страданиями, чтобы самим ощутить за страданиями и сопереживать этим людям, а не полить за, собственно, за счет. А смотреть на то, как они катаются там. Иногда очень даже показушно, на мой взгляд. То есть, а, тянут время, да? То есть, в этом и смысл футбола, и в это ли вкладываются деньги, собственно, в вашем… А теми страданиями? Вопрос, а в чем вопрос? Вопрос в том, что вы говорите о страдании, да, в футболе. Это спасение ваше, вы говорите. А, собственно, и поэтому ли мы смотрим футбол? А ты же не хотим посмотреть на страдания, и в это ли вкладываются деньги в футбол? Почему, например, пляжный футбол? Наши, кстати, стали чемпионами, да? Пляжный футболь, но они кого-то там не знают. Да, да, да. Пляжный футболь, да. Да, это блокируемый футбол. Ну, посмотрите, какое дело. Дело в том, что формат довольно жесткий. Там 20 секунд на картинку. Все очень быстро происходит. Мы изначально хотели сказать о футболе, и помню, что это невозможно, потому что мы обосремся неминуемо. И поэтому мы выбрали такую, вроде как, замулирую тему чего-то там, который, кто надо, тот поймет. Наверх. По-моему, есть еще один вопрос. Ребята, прежде всего весело было, молодцы. Но у меня вот один вопрос. Вы усомнились в футболе после проигрыша сборной Бразилии, или... Ну, вы потеряли веру в футбол после проигрыша сборной Бразилии, или то, что Каен Дай проиграл? Мы ненавидим не сборную Бразилии, не сборную Аргентины в финале. Мы болели за немцев. Я болел вообще за голландию. Олег болел за голландию, но он не знает, что она не играла в финале чемпионата мира. Другой финал, другой игры. Нет, нас эти люди не как-то беспокоятся. Мы очень простроены. Мы были в Крыму, когда смотрели на поражение сборной России, смотрели это на украинском телевидении. Там, как вы понимаете, наши сборные любили еще меньше, чем здесь. В общем, просто это так на нас повлияло, что мы поняли, что возможно... Возможно... Возможно, чем хуже, тем лучше. Это отчасти смысл футбола, и в этом большое интересное. Если так говорить. В Порной Бразилии мы просто вставили слайд с чуваком в чемпионате мира, потому что было мало времени на начале презентации, и нужно было поставить. Просто в гугле не было других картинок вроде по запросу «Печальный болельщик». В хорошем расширении очень сложно найти хорошую картину. Да, друзья, есть еще несколько секунд, и еще один вопрос. У меня было два вопроса, нужно только один. Вы сейчас пьете сидр, и если нет, то почему? Мы пьем пиво, потому что от сидра страшные жены. Ну что, у нас состоятся семь секунд, на то, чтобы я подарил вам книжки. Или вы не читаете, или читаете? Ну, буквы мы знаем. Книжка называется «Покажи свою работу». Наверное, это может как-то относиться к вопросу, который задавал молодой человек про ваши следующие выпуски. Покажите свою работу. В любом случае мы предлагаем... Я предлагаю вам поаплодировать еще раз ребятам. Спасибо большое за выступление. Это было интересно.